Исакогорская библиотека номер 14 приглашает ознакомиться с презентацией Международный день школьных библиотек. Школа. Как много специалистов здесь помогает нашим детям обрести знания. И среди них обязательно есть школьный библиотекарь. Именно им и посвящена наша сегодняшняя презентация. История школьных библиотек в нашей стране насчитывает уже несколько веков. Первая учебная библиотека на Руси появилась в 1630-е годы при Киево-Могилянской академии. И основу фонда составляли книги духовного содержания. В период правления Петра I была создана библиотека при Академии наук. Тут уже в фонд появились научные академические книги. Тогда же стали появляться и первые школьные библиотеки. Ведь, со слов Феофана Прокоповича, при школах надлежит быть библиотеке довольной, ибо без библиотеки Академии якобы с души. В 1830-х годах в России действовало 62 гимназические библиотеки и несколько десятков приуездных училищах. Но с каждым годом эта цифра становилась все больше. И в настоящее время в России в образовательных учреждениях функционирует больше 60 тысяч библиотек. Школьные библиотеки играют очень важную роль в образовательном процессе. Сюда приходят перед началом учебного года и набивают учебниками рюкзаки. В библиотеку ведут первоклассников для знакомства с литературными героями. Иногда в тишине читального зала можно увидеть учеников старших классов, корпящих над рефератами. Чаще – педагогов, листающих профильную литературу. Но несмотря на значимость в образовательной и воспитательной деятельности, школьные библиотеки зачастую находятся не в лучшем состоянии. Недостаток современной художественной литературы, обветшавшие томики мировой классики, плохое техническое оснащение. Проблемы у всех школьных библиотек одинаковы. Именно с целью привлечения общественности к сохранению и формированию литературных запасов библиотечных фондов школ и был организован проект под названием «Международный день школьных библиотек». Этот праздник объявила 18 октября 1999 года президент Международной ассоциации школьных библиотек доктор Бланш Вулс. А первым местом, где этот праздник отмечался, была Австралийская ассоциация школьных библиотек. И именно тогда было принято решение, что каждый третий понедельник октября будет отмечаться как Международный день школьных библиотек. В 2000-х годах празднование дня школьных библиотек претерпело некоторые изменения. Так, в 2005 году президент ассоциации школьных библиотек Питер Гинго перенес праздник с 3 понедельника на 4 понедельник октября. А в 2008 году празднование этого дня вышло на новый уровень. В январе координатор проекта объявил, что Международный день школьных библиотек преобразуется в месячник тоже международный. И в октябре этого же года прошел первый месячник школьных библиотек под девизом «Грамотность и обучение в вашей школьной библиотеке». Как и большинство международных праздников, день школьных библиотек имеет свою эмблему. Она представляет собой цветок с шестью лепестками разного цвета, изображенный на фоне раскрытой книги. Ежегодно для проведения месячника школьных библиотек определяется тема, которая является одинаковой для всех библиотек, участвующих в праздновании дня. Темы привлекают внимание к насущным проблемам. Так, тема 2022 года звучит как «Книги о глобальном мире и гармонии». Однако Российская Ассоциация внесла небольшие изменения и тема Всероссийского месячника школьных библиотек звучит так «Книги о дружбе в многонациональном хороводе, читающей России». Кроме темы и эмблемы, дни школьных библиотек имеют свои девизы, и они сопровождают праздник из года в год. Отзвучат они так. Никогда не откладывай на завтра то, что можно прочитать сегодня. Все дороги ведут в библиотеку. Библиотека совершенствует тебя ежесекундно. Для привлечения внимания ко дню школьных библиотек проводятся различные мероприятия, такие как книжные выставки на определенную тему, изготовление суперобложек и закладок, книжные ярмарки, конкурсы поэзии и других произведений, сбор книг для школьной библиотеки. В библиотеках работают волонтеры. Мы поздравляем своих коллег с Международным днем школьных библиотек. Желаем вам терпения и творческого вдохновения. Пусть каждый читатель ежедневно открывает для себя в библиотеке интересное, необыкновенное и удивительное. Мы желаем регулярного пополнения книжных фондов и укрепления материально-технической базы. И пусть школьная библиотека остается настоящим помощником в учебе, замечательным другом и советчиком.